друзья всем привет сейчас опять у нас рубрика спонтанные видео можно сказать хотела сейчас разделять фиалочку вот эту и заметила один нюанс про который хочу с вами поговорить может быть кто-то но по-любому из количества такого подписчиков кто-то есть кто разбирается фиалках потому что я уже говорила много раз фиалках я не разбираюсь это вот единственная фиалка которая просто греет мне душу своим цветом этот смесь белого и сиреневого я просто обожаю махровая фиалочка такая вот и у меня любовь вот вот чисто к этой фиалки я не планирую заводить себе другие фиалки но я решила один раз с листика попробовать попробовать размножить у меня не получалось долгое время этой осенью у меня получилось с двух листиков сделать фиалочки одна получилась просто идеальная красивая розеточка и когда пошла пятая пара листиков нашлась желающая моя одноклассница ей я ее подарила вторую фиалочку я оставила себе из листика у нее три детки две из них зеленые с одного листика 1 видите какая интересная и если посмотреть снизу то вот та которая рыбая у нее листья снизу красные я бы вообще подумала что это абсолютно разные сорта но это фиалочки выращенные с одного листика они вот идут пучком я хочу их все-таки рассадить не знаю может быть я делаю это рано но у меня с фиалкой свои правила когда делаю по правилам общепринятым у меня не сильно получается когда я делаю по наитию и с верой что все получится тогда у меня все получается вот поэтому сегодня я рассаживаю эти три пучка потому что у меня все для этого готово и вазончики и земля и настроения и мы будем с вами следить уже наверное в следующих видео ну как бы здесь наверное долго нужно будет ждать через полгода может быть она зацветет не знаю бывает конечно и рано но в таком возрасте я бы не дала зацвести вот такие вот интересные листики мне интересно зацветет ли она одинаково или из-за того что это какой-то гибридный сорт то у них может быть будут разные цветки но это она немножко тоже рябая получается что вот этот он наверное в мать а вот эти может быть они какие-то простые будут может быть у них будут другие цветки может быть и цветом может быть они будут не махровые короче для меня это очень интересный эксперимент если кто-то его проводил я думаю что проводил я думаю что есть информация но не хочу тратить на это просто полдня в поисках просто вот такое интересное наблюдение как бы для меня проще уже по ходу смотреть что из этого получится но если вы знаете что из этого получится пишите ваши теории и практики будет интересно посмотреть получится ли у меня точно так же как получилось у вас я пересадила фиалочку вот смотрите как это выглядит то есть рыбая фиалочка она наверное была первая самая старшая затвористика у него самая большая корневая система у этой чуть чуть поменьше у этой корней практически нет но маленький пучочек там все таки есть и я думаю что все таки приживется пока поставила вот так потому что всю эту грядку мне так удобно поливать ну не нужно тогда много крышечек таких это поддон у меня от клетки несколько лет я его уже использую как вазон и наверное так дальше и будет потому что ну как для объемов клетки это маленькая клетка короче получается поэтому это у меня такой вазончик это у меня маленькие эхиверии лучшие из листочков сейчас я вам еще раз объясню кто новый и не знает это эхиверия вот видите у нее штурпачок здесь это она цвела вот примерно как цветет вот это вот вот этот вот тоцитус красивый и у нее на стебельке вот здесь совсем маленькие вот такие вот штучки я их не пыталась садить но предполагаю что с них тоже можно вырастить эхиверии тоцитусы я просто раньше думала что это обе эхиверии но в прошлом году я узнала что это не так вот и у этой на стебле очень много вот вот таких вот лепесточков вот первый лепесточек идет у всех он потом пускает корни из него растет уже дальше растения вот это вот самое у меня одно старшенькая ну и как бы поливаю их также как фиалки снизу по чуть чуть чтобы не перелить этого это вовсе не обязательно просто мне так удобно сейчас в данной ситуации вот эти вот у меня первый раз так цветут просто первый раз у меня еще в прошлом году цвел цвело одно растение самое старшее вот это наверное наверное вот это и у него было три стрелочки в этом году копите его дочерние растения тоже выросли их у меня пять штук взрослых вот это молодое растение она опустила в этом году две стрелки остальные все по одной ну короче у меня здесь просто букет хотела пожаловаться вам на то что несмотря на то что это самое светлое окно у меня в квартире у меня под конец зимы начали вытягиваться растения эхиверия вот это выглядит отвратительно и я буду сейчас макушку отрезать и садить ее отдельно то есть омолаживать растения сейчас я вам немножко об этом позже расскажу здесь эти тоже видите по вытягивались некрасиво и я просто ничего не могу сделать потому что я больше никуда их не могу переставить это реально самое лучшее место и получается что зимой солнце она вставала где-то вот там и получается что зимой здесь и было светлее чем сейчас сейчас солнце встает где-то там за углом дома здесь тоже очень светло но нету прямых солнечных лучей но в принципе этот подоконник выигрышный именно зимой когда остальные подоконники вообще темные нас ветер такой сегодня опять кошмарный посмотрим сейчас на мою ребучию просто ухты вы представляете вот этот кактус я хотела выбросить я просто его отломала я иногда не понимаю зачем я это делаю просто его отломала и неудобно где-то снизу роз не помню просто вставила землю и я забыла об этом я ее не снимала несколько месяцев я ее не снимал оттуда вы просто поливала не глядя то есть вот вот это вот земля абсолютно сухая это идеально для кактусов как правило единственная проблема мне не нравится вот этого ребуки что она сама опыляемая и она дает очень много семян здесь пока они белые еще они потом созревают лопаются прорастают маленькие как тусята как бы мне это не надо потому что но она и так очень хорошо растет я периодически с нее вот так вот отрываю проращиваю и продаю через lx растения но вот это вообще конечно меня удивило первый год такой малюсенькая и уже но цвести собралась просто потрясающе кстати вот уже созревшие семена не смогла отрывать нормально их не очень это конечно приятно через колючки отрывать их там у меня стапеля грандифлора пока что она не цветет пока в ней в общем то ничего интересного нет тут видите тоже из-за того что достаточно мало света ему вот этой стороной он стоит как ну здесь красивые детки очень красивые там он еще буду он прорезать этому уже света было маловато вот это уже вытянутая в прошлом году я тоже его почистила от вот таких вот штуковин не помню то ли выбросила то ли продала снизу вон не очень красиво но я проводила эксперимент однажды вот такую вот маленькую штучку идеальную я взяла и я ее привила на обычный кактус ой как же он называется самый обыкновенный который огромными такими цветками белыми цветет белыми и розовыми там внешне нет меня отличаются но только цветом цветков отличаются хинокактус может и хинокактус мультиплекс не помню короче короче самый обычный кактус и на него я привила взяла от того кактуса вот такой вот детку от этого там срезала верхушку тут но как обычно все отлично прижилось и я его подарила своей знакомой он очень красиво цветет на этом хинокактусе и растет он вот такой же остался кругленький но он вот такой вот ширины он просто идеальный весь в бутонах и весь в маленьких детках очень красиво получается просто вот сделала такую красоту и подарила не знаю нет у меня как-то вдохновение пока заниматься особо растениями я вам уже говорила что животные отнимают много времени я так не успеваю справляться в общем с растениями поэтому я хочу в принципе за этот год их количество уменьшить вот эти все их и вере и я если не не подарю то я их продам через ул x или даже я выйду на улицу я уже выходила так продавала мыло и свечи у нас пока еще в украине так можно делать выходить на улицу где тебе удобно где ты людям не мешаешь становишься и все и у тебя покупают товар вот поэтому есть такая идея к осени вырастить их красивыми когда они будут по диаметру уже как эти вазоны ну или вот но такие вот они будут красивые уже кто я их распродам фиалочки ну может быть я оставлю их себе у меня одна с этими будет 4 и я не думаю что это прям много фиалка не так много места занимает может быть фиалочки я себе оставлю может быть чуть позже их кому-то подарю когда они уже будут такие достойные возможно будут свести вот эти растения смотрите у меня опять они вот как выросли летом после пересадки в чисто камни они у меня выросли пустили по две веточки этот пустил тоже две веточки да они у меня потолстели и на этом все они законсервировались на всю зиму сейчас вот я вижу здесь посерединке маленький листочек лезет они меня никогда не цвели на вид этим адениумом два года на самом деле им уже восемь или я что-то делаю не так или ну бывает так что какое-то растение с каким-то человеком никак не растет в общем я пока над ними страдаю продавать их пока не намерена я все-таки хочу чтобы у меня зацвели адениумы а лочек не знаю как называется точно тоже когда посадила его летом в камни он резко стартанул в рост вырос где-то на сантиметр в высоту и все всю зиму сидит но он хороший я думаю что можно будет ему грунта досыпать еще я имею ввиду тоже камушков или которые я сама соберу или купленных ну вот эти вот сверху все это я все сама собирала тоже ничего плохого в этом нету хорошая идея вот тоже мне нравится это растение а вот с этим сейчас пойдем на балкон разбираться так вот я оборвала эти листики с них кстати я никогда не выращивала детку но я думаю что тоже можно вот я одну посадила в целях эксперимента посадила это громко сказано всунула в землю и забыла на месяц только поливать нужно иногда значит здесь я оборвала листочки у меня есть скальпели я покупала скальпели себе для того чтобы управляться как-то с растениями сейчас значит я отсеку где-то вот так может быть даже побольше ножка лишняя все равно сама отсохнет со временем и точно так же вот это вот я не буду ее подсушивать я сразу вставлю в землю еле-еле влажная у меня земелька есть сразу просто всуну в землю и все и крайне редко буду поливать и я думаю что тут никаких проблем не будут корни пойдут когда нужно получилось вот такая вот красота теперь верхушечка будет расти и радовать как самостоятельное растение дальше осенью она опять будет цвести я уверена она цветет каждый год у меня даже вот эти малыши кстати они осенью уже могут завести они очень очень быстро растут ну по крайней мере у меня это я делаю первый раз потому что раньше растения у меня до таких пределов не вырастала я обычно тоже либо подарила кому-то либо выращивала себе новое а старое просто выбрасывала сейчас я хочу все-таки попробовать сделать так как в одном видео я видела значит срезается вот так вот верхушка под самые листочки и дальше мы просто ждем на ней должно появиться несколько опять розеточек которые когда подрастут мы их опять отсоединяем и опять делаем из них самостоятельные растения в общем буду держать вас в курсе событий когда начнут появляться розеточки буду вам снимать а пока на сегодня все спасибо за просмотр пока пока